Узнать о том, как действовать в случае ЧП, курским студентам довелось не на лекции, а на практике. Ранним утром в их общежитии сработала пожарная тревога. По легенде учений, возгорание произошло в комнате на третьем этаже. Всего в регионе около 50 студенческих общежитий, и в каждом из них строго следят за соблюдением правил безопасности. Во многих есть дружины добровольцев. Здесь разместились около 650 постояльцев. 98 стали добровольными пожарными. Они первыми отреагировали на сигнал и помогли другим. Полностью освободить здание удалось менее чем за 5 минут. Предпринимаем действия к первичному тушению пожара, подручными средствами. Это огнетушители, пожарные гидранты, которые находятся в пожарных шкафах, и также подручными средствами, тканей противопожарной. Мы проходили обучение на учебном и заднейшем центре МЧС. Помимо добровольцев, в ликвидации условного возгорания задействовали два пожарных расчета. Тех, кто не смог покинуть здание самостоятельно, эвакуировали с помощью автолестницы. Такие учения в студенческих общежитиях проводят ежеквартально. В остальное время их инспектируют коменданты. Чем меньше нелегальных чайников и обогревателей, тем меньше риск перегрузки электросети, отмечают специалисты. Продолжение следует...